посмотрите какие ко мне гости прилетают на балконе такая огромная птица знаете если сейчас вы мне скажете что я должна быть счастлива то ничуть не бывало вот вчера эта птица она прилетела сюда ко мне когда я разложила здесь на столе свой обед я принесла два куска жареного мяса прекрасного розбифа и пошла за перцем за специями что вы думаете я прихожу и вот эта гадина украла у меня мой мой бештекс за 6 евро он видите она пошла к другим людям по столу она уже здесь местные снова здравствуйте друзья я снова приветствую вас с берега солнечной португалии я продолжаю с вами гулять каждый день но и узнаете я стерла ноги по колено больше чем по 10 километров я брожу с утра до вечера и стараюсь все вам показать вот так выглядят маленькие улочки в центре старого города старый центр портимао посмотрите здесь у них апельсиновые деревья везде да внизу сплошь магазинчики все очень узкая улочка немноголюдная это центр где цены совершенно другие вот в этом центре в основном скупаются гуляют обедают сидят в кафе пьют кофе а вот именно сами португальцы и поэтому здесь абсолютно другие цены здесь вы можете взять чашечку капучино большую за евро если маленькую то за 70 центов я также здесь купила в лавке вам уже не стала показывать лавка маленькая очень такая фруктовая ну вот тоже португалка ее держит и там у нее мандарины очень хорошие мандарины и апельсины по 50 центов ну вот это я понимаю цены да и я купила еще королек сейчас вам покажу вот такая хурма очень симпатичная стоит евро двадцать вот я понимаю она такая сладкая и знаете на солнце выросли выросшие поэтому понимаете вот как насколько все таки разница и я еще раз говорю если кто-то будет посещать порт и мау пожалуйста не забудьте мои советы приезжайте в старый город вы можете здесь скупиться наверное в разы дешевле здесь много маленьких магазинчиков много улочек закутков всяких можно конечно легко заблудиться посмотрите выходы и туда и сюда люди снуют везде но единственное что я уже так си для себя выяснила что когда спрашиваете ламер где море то вам сразу показывает направление и идете то что здесь море не всегда внизу это я уже тоже говорила может быть к морю выход и идти надо наверх и вот такие маленькие как раз на каждом шагу эти овощные фруктовые лавки про которые я вам только что говорила очень интересно гулять здесь по центру старому посмотрите как интересно разветвляется улице каждая улочка тоже выглядит по-разному и еще раз хочу обратить ваше внимание посмотрите то что я вам уже тоже говорила любят португальцы вот укладывать плиткой и мозаикой свои дома вот специальная такая техника вот этот дом видите ближе показываю это плитка и вот следующий дом фасад дома точно также плитка здесь я даже могу подойти показать поближе уложена красивой плиткой я нашла маленькая кафе довольно симпатичная 1 евро вот такая как раз молоко сейчас мне приготовит португалка попробуем такая выпечка у них кусочек 1 евро 10 и 1 евро кусочек такая булочка но мне что-то она абсолютно не впечатляет можно здесь посидеть без проблем можно на улице сейчас попробую португальский кофе в португальском кафе сикал называется я села на улице прогулялась сегодня долго довольно таки сейчас отдохнем две шумные женщины португалки пили кофе рядом пошли домой долго сидели ну и я попробовала кофе вы знаете он конечно очень крепкий да вкусный но крепчайший но в общем то что и следовало ожидать я делаю так как учили меня европейцы они никогда не используют кафетерии или рестораны где-то в самых шумных людных местах ну вот кто разбирается и кто хочет понять колорит страны они обязательно находят вот такие маленькие какие-то в каких-то вот таких вот укромных уголках куда ходят сами жители вот этого города и пробуют там там другая кухня и там цены намного дешевле ну вот я поступаю точно так же здесь это как я сказала 1 евро если вы пробуете кофе на пляже там недалеко то там 2 евро или евро 70 центов все таки разница есть каждый день да если пить кофе я конечно же за отдыхом еще и карту изучаю местности смотрю куда мне идти дальше я вот сейчас вот здесь вы знаете что еще хочу сказать когда 10 лет назад я помню я приехала в париж впервые и когда я там в кафе посмотрела на цены там стоила чашечка кофе по-моему 2 евро 2 50 2 70 как-то так и меня тогда это просто знаете шокировало такие цены огромные показались мне тогда вы знаете теперь я смотрю вот 1 евро получилось да чашечка кофе ну даже если 2 1 евро это 70 рублей вообще дешево но даже если 2 то 140 140 рублей это даже в общем-то теперь уже получается средние цены для россии да представляете какая произошла метаморфоза за 10 лет наши цены российские я имею ввиду они сравнялись европейскими ценами почти и во всем а вот зарплаты к сожалению не сравнялись европейскими и это интересно может быть в москве зарплаты сравнялись европейскими и они воспринимают это вполне нормально но вот для нас для обычных рядовых я говорю на людей которые живут где-то просто в россии получают зарплаты 20 тысяч рублей не разгонишься покупать по 200 рублей каждый день чашечку кофе ну не знаю я друзья хотя вот русские денег не считают вот не привыкли считать но все равно как-то мне это странно похоже что я вышла на центральную площадь порта мао вы знаете опять показываю вам дома вокруг здесь вот что-то типа церкви наверно посмотрите и опять же вот в самом центре эти апельсиновые деревья и вы знаете когда я вам показываю вот так вот иногда города европейские рассказываю объясняю какие-то свои я вношу моменты которые знаю об этих странах и вы знаете прям что-то вспомнила крылова как его там звали дмитрий крылов да непутевые заметки помните вот этот вот журналист такой улыбчивый такой котик мур-мур он теперь даже по моему со своим сыном путешествует по всему миру и вот такие непутевые заметки о разных странах он неспешно ведет но чем мы отличаемся с ним это тем что я езжу за свой счет на по всем этим странам а он ездит за наш счет за счет налогоплательщиков и представляется как здорово он нашел себе работу по моему вы знаете каждый бы хотел вот так вот устроиться как смог дмитрий крылов так ведь он же еще и зарплату наверное получает за свои вот эти вот непутевые заметки по всем странам по всему миру сумма сайте здесь посмотрите довольно интересная улица такая тоже в центре вот здесь у нее наверху такие тенты повешены очень удачно по моему для португалии с ее очень жарким солнцем и 40 градусной жарой это прекрасная задумка вот посмотрите здесь ложь магазинчики магазинчики но у нас сейчас фиеста к сожалению многие магазины закрыты с 2 до 4 а может быть даже и до 5 вечера это фиеста называется я думала что она только летом когда жара но оказывается что и зимой тоже здесь у них везде закрываются магазины на фиесту на огромный двух трех часовой перерыв очень красивая улица и магазины но магазины наверное знаете они по вот открыт магазин сейчас зайдем посмотрим немножко так я вижу что он выглядит опять дорого-богато что тут продается но это какой-то наверное такой дизайн квартир что такое свечи цветы искусственные здесь светильники знаете как сейчас большинстве европейских магазинов вероятно да здесь все вот для декорации квартир ваших очень очень красивый магазин просто так вот немножко посмотреть вокруг ну вот любимый мой ничего не слышу ничего не вижу никому ничего не скажу 75 евро стоит сделан из обычного гипса мне понравилась вот эта красивая ветка коралловая такая но она опять пластиковая знаете сколько стоит малюсенькая веточка 15 евро обувь португальская написано 50 процентов дисконт здесь закрыто но у меня и честно говоря желания нет заходить да это сплошь здесь ряд здесь идут дорогие бутики поэтому хоть у них сейчас и скидка 50 процентов но здесь очень дорого все ну я прогулялась немножко здесь по этим дорогим бутикам по красивой этой улице закрытой тентами от солнца но вы знаете что пойду я назад не интересно я как-то вот такие вот магазины даже и не хожу бутики везде все китайская и только найти зависит наверное от того магазина который это вам преподносит а так все это made in china и можно найти гораздо дешевле друзья еще одна церковь в центре посмотрите как она по-другому выглядит какая-то у нее она какая-то как картонно-плоская интересно довольно внушительная лестница ступеньки наверх и вот этот центральный вход я не знаю открыто или нет мне пришлось скарабкаться чтобы посмотреть что дверь закрыта вот с этой стороны вот так смотрится здесь это большая такая колокольня и там колокола даже но впечатление такое что это ничего не действующее уже давно судя по заросшей здесь траве вот вам встреча на эльбе двух собак радостных ну и я спускаюсь по другой улочке вот такой не очень приглядный но там видно уже океан у нас и реку впереди хочу еще обратить ваше внимание что везде в португалии они очень любят все декорировать плиткой все здания плитка бывает разная но иногда вот даже очень красивая здесь марки какие-то видите иногда просто вот выложены стены вот такой мозаичной плиткой я даже не знаю то такие меленькие камешки такое впечатление что они как-то накладываются специально непонятно мне я только знаю что в португалии вот у них особый вид декорирования стен вот этой плиткой мозаикой местные коты бегают не боятся машин вот такая вот посмотрите плитка да это магазин отделан плиткой которую мы привыкли использовать в своих ванных комнатах а у них это считается вот уличная такая отделка вот еще миленькая плитка отделка и конечно же под ногами их знаменитая тротуарная такая плитка уложенная вручную который только наверное здесь можем мы увидеть в португалии довольно интересно вот еще плитка и вот так неспешно гуляя по городу порта мао я вышла еще на одну площадь и сейчас посмотрите сегодня у нас день очень изменился посмотрите затянуто небо облаками и сегодня похолодало я обращала все время ваше внимание что чистейшее небо вот и накаркало какое-то красивое здание здесь в центре но у нас написано по-португальски и мне это ничего не объясняет даже не могу вам сказать что это именно такое и еще на одну красивую площадь я вышла фонтанчики кафе на берегу сейчас все смотрится довольно пустынно но что поделать зима эти наглые птицы чайки и бакланы они везде они не только по мусорникам бегают шныряют и орут как сумасшедшие они же еще и ко мне на балкон прилетают я уже вам показывала и рассказывала что они у меня украли огромный кусок киштекса который я приготовила себе пожарила замечательный и пошла за приборами возвращаюсь а мой бештекс с тарелки утащила чайка ну ничего подумала я когда я осталась без обеда своего я подумала что наверное это нужно было для меня чтобы я немножко немножко сбросила свои лишние килограммы нет эта ерунда мне не испортит мое прекрасное настроение и пребывание здесь в Португалии вышла на набережную к реке вот там вдалеке виден мост через эту реку и там я вижу какой-то старинный красивый корабль надо подойти и посмотреть что это такое за корабль и еще одна фантастическая вещь которую я хочу вам показать посмотрите это же финики гроздья огромные фиников пальма финиковая вот она просто прямо опять в центре посмотрите они здесь даже вот валяются эти финики под ногами я подняла один финик но я не знаю попробую попробовать как-то мне страшновастенько не рискую по-моему такое впечатление что он еще не вызрел но не знаю я с финиками дела не имела я вообще не представляю как и когда они вызревают я иду вот по этой велосипедной дорожке она мягкая она ровненькая идти по ней гораздо приятнее нежели по этим вот камням они очень неудобно по ним ходить особенно когда устаешь и когда у тебя ножки болят вот странное дело для велосипедистов пожалуйста эти треки мягкие а для пешеходов вот такая вот мерзкая плитка а она мне абсолютно не нравится похоже на то что здесь женщины не ходят на каблуках понимаете да вот опять эти странные такие кубы это современная такая графика или что это как это сказать и вот там посмотрите этот старинный корабль но я так думаю что все таки наверное интересно будет подойти поближе если я смогу здесь такой небольшой парк наверное в жару это оазис опять для отдыхающих предложили мне прогулку вот на этом катере 12.50 евро за час покататься по реке вот вот и узнали как река араде араде ага thank you вот и узнали как называется эта река араде здесь интересно идти по этой набережной она очень симпатичная вот опять идут португальцы в зимних одеждах в зимних куртках плюс 17 градусов сегодня у нас ну и посмотрите опять впереди вот эти пальмы сплошь усеянные финиками продолжаются здесь вот эти непонятные скульптуры что-то из себя символизируют они и даже здесь есть надпись посмотрите каждый подписан ничего не видно я захожу сюда к кораблю на пирсик хотя не знаю можно ли сюда заходить сейчас узнаем если нас не поймают да я смогла спокойно подойти к этому шикарному пиратскому кораблю боже мой посмотрите какая прелесть ну и у него же конечно же пиратский флаг развивается черепы кости пират пират каравелла каравелла ах 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 как летит каравелла как летит она не знаю не знаю 100 лет может может больше ах ах и это португский? да ах 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 пиратский корабль каравелла каравелла мужчина португалец но он не знает вы видите да английского языка не знает русского тем более но сказал что натуральный корабль классный посмотрите португальские пираты на таких плавали сколько ж тут было этих моряков пиратов которые здесь следили за всеми этими парусами поднимали опускали поворачивали смотрели в подзорную трубу там наверху есть такая бочка посмотрите и оттуда они смотрели искали землю и вот нос корабля вам показываю даже не знаю но получается что здесь никаких мостков нету ничего не предусмотрено там походить нам не получится а так хотелось бы все это потрогать побродить и посмотреть как все тут близко и рядом история мореплавание вот название Санта Санта Бернарда Бернар да Санта Бернарда Святой Бернарда и здесь вот якорь боже мой боже мой ведь вот не боялись португальские моряки вот на таком маленьком суденушке ходить в океан огромный океан если волны высотой с 10 12 этажный дом как они могли я не представляю ну ведь наверное многие вот такие вот корабли и лежат на дне морском тоже ну что кораблик не могу пожелать тебе 7 футов под килем потому что ты уже давно давно на пенсии но посмотреть и повспоминать очень интересно здесь набережная довольно длинная и посмотрите какая широкая я стою опять на велосипедной дорожке вот все-таки наверное кто-то услышал меня что ходить по этой плитке неудобно и плохо ноги все поковеркаешь и подошвам больно так вот сделали рядом с велосипедной еще и пешеходную такую дорожку вот смотрите люди ходят все-таки по этой пешеходной дорожке предпочитают ходить людей гуляет много люди разные ну как много много наверное для зимы я представляю сколько здесь людей когда здесь пляжный сезон посмотрите опять вот эти вот какие-то сумасшедшие скульптуры я не понимаю этой прелести может быть вы понимаете вот такая вот женщина с такими грандиозными формами боже мой боже мой что это что символизирует пловчиха главное что у нее шапочка надета но все остальное голое не сбор о не еще не конкурс